Всем привет! С вами Ксеша, рада вас видеть на моем канале. Здесь я рассказываю про красоту, в основном около макияжную, показываю как наносить макияж, рассказываю про новинки косметики, также рассказываю как ухаживать за кожей лица, тела, как ухаживать за волосами и если тебе все это интересно, не забудь подписаться. Ну а сегодня мы будем делать обзор на новинки от бренда Шик, две палетки, которые не так давно появились в бренде, я уже успела их хорошенько протестировать и помимо того, что мы будем делать обзор на эти палетки, по вашим запросам в моих коротких видео я буду сравнивать эти палетки с Аурглаз, хотя я считаю, что их сравнивать нет смысла. В общем, здесь у меня коробочка с заказом Шик. Естественно, внутри коробки у меня уже все было открыто, всем я воспользовалась, но я достану коробки, в которых шли сами палетки. Но перед этим хочу отметить количество подарков при заказе, вот здесь у меня все в руках, во-первых, был тон, мой любимый Velvet Cover, я взяла 101 оттенок, можно было даже выбрать подходящий тон, потому что всего три оттенка, 101, 102 и 103, я на тот момент пользовалась 101, хотя сейчас уже, наверное, мне подошел бы и 102, но это удобный формат, который можно взять с собой в косметичку и он не будет занимать много места. Perfect Liquid Contour это кремовые скульпторы в двух оттенках, которые представлены в бренде и, соответственно, здесь достаточное количество продукта, чтобы попробовать даже его не один раз. Единственное, надо будет хорошенько его закрывать, но сегодня мы их тестировать не будем, но я с удовольствием с ними поиграюсь. И последняя полноразмерная помада Soft Matte Lipstick в оттенке 06 Berry. Красивый оттенок, у меня такого не было в коллекции, у меня есть другие тона от этого бренда и мне безумно нравится такая мягкая, очень нежная формула матовых оттенков у бренда Chic. Они не максимально стойкие, но при этом они не сушат губы. Тут с жидкими матовыми помадами, мне кажется, мы всегда ходим по этому острию лезвия, либо ты выбираешь супер стойкое, но подсушивающее, либо что-то чуть менее стойкое, но зато комфортное. Я поправляю эти помады только после еды. Так, когда я много разговариваю, пью какие-то напитки, в основном это чай, у меня все держится нормально. И возвращаемся к палеткам. Их было две штуки, 0,2 и 0,3. Значит, мы будем ждать 0,1, возможно 0,4. Я уже видела некоторые спойлеры в телеграм-канале Натальи. Я, наверное, начну обсуждение с палетки 0,3, просто потому что у меня не закреплен тон. У меня только нанесены брови и тон, и мне надо воспользоваться пудрами. Что же это за палетка, сколько она стоит и что там внутри? Оформление у обеих палеток действительно похоже на бренд Hourglass. У меня была тройка от Hourglass, но я, если честно, достаточно давно от нее избавилась. По поводу именно оформления, из-за которого, естественно, сравнивался продукт. И тут и упаковка похожая, и оба продукта запеченные. Все говорили, вот Hourglass, это копия на Hourglass. Палетка 0,3 состоит из трех пудр. Стоит она 4 990 рублей. Здесь три пудры, две из которых есть в постоянной коллекции. Они есть в обычных шайбах. И называются эти пудры Glow Perfect Powder. У меня оттенок Light, и здесь, соответственно, в палетке самый первый цвет называется тоже Light. Это один и тот же продукт. Следующий продукт это оттенок Medium. И третий продукт это Sculptor. Но, на самом деле, этот скульптор также существовал у бренда до этого. В продукте Perfect Sculptor. Просто здесь оттенок, это вот эта темная часть. Посмотрите, насколько они похожи. Я поднесу поближе. В скульпторе в шайбе у нас два оттенка. Посветлее и потемнее. Которые смешиваются и дают средний оттенок. В палетке у нас только темный оттенок для более насыщенного скульптурирования. В палетке 9 грамм продукта, в компакте, в шайбе 7,5. И пудра и скульптор стоят 3100 рублей. Так что здесь у нас больше продукта и больше вариативность. Могу честно сказать, скульпторами я не так часто пользуюсь. В последнее время стала к ним возвращаться. Но пудра от Chic это моя самая любимая пудра. Я думаю, видно просто по состоянию. Она не то, что стерта, она уже имеет углубление. Поэтому для меня имело смысл покупать палетку с тремя оттенками пудр. По-хорошему, если я буду красить кого-то прям супер смуглого, я этот скульптор могу использовать именно как пудру. Потому что это все пудровая текстура с одинаковым финишем. Сейчас мне ближе оттенок medium. И для меня это было удачным вариантом также, чтобы просто попробовать разные оттенки. Если я буду еще загорать, я могу смешивать, например, medium со скульптором. До этого я использовала сначала только светлый оттенок, потом смешивала его с оттенком medium. Сейчас использую medium. Если буду прям сильно загорелая, вот да, у меня будет вот эта смесь. Это удобно, как бы этой палетке хватит на круглый год, особенно если вы очень хорошо загораете. Эта палетка хороша для техники голливудского макияжа. Когда мы наносим светлый оттенок на центр, более темный оттенок пудры по периферии. Обычно это начинается вообще все с тонирующего продукта кремового. После этого это дублируется сухим. То же самое можно делать и просто пудрой. Я сейчас оттенком medium себе закрепляю практически все лицо. Фишка этих пудр также заключается в том, что вот так вот вы наносите, вы чуть больше матируете. Если вы хотите более сияющий финиш, а все-таки это perfect glow powder, берем продукт и мы его шлифуем. Тогда у нас получается больше сияния. Это выглядит всегда очень красиво, подходит и для жирной кожи, и для сухой. Прям хоп, более сияющая кожа. Еще мне нравится с этой палеткой можно делать, например, реверсивное контурирование, использовать более светлый оттенок. Я сегодня миксовала два оттенка тона и не до конца попала в тон шеи. Поэтому я могу просто более светлым оттенком пудры себе подстроить тон под шею. Давайте теперь пройдемся по периферии. Как раз-таки возьму смесь medium и оттенка скульптора. Здесь оттенок скульптора правильный, достаточно серый. Возможно, во второй палетке я бы хотела увидеть больше бронзер, чтобы взять вот эту палетку, закрыть полностью потребности по скульптуре лица со светлым, средним и темным оттенком. А в палетке, где хайлайтер, румяна и скульптор, увидеть бронзер. Но уже как есть. И в целом я особо не жалуюсь, потому что второй палеткой я тоже с огромным удовольствием пользуюсь. Давайте быстренько просвочим. У меня потом еще будет подсъем. Эти пудры хорошо сводчатся и забыла сказать, что они произведены в Италии, так же, как и другие запеченные продукты в бренде Шик. Оттенок light, medium и оттенок скульптора. У меня в коллекции осталось всего три продукта от бренда Hourglass. Это две палетки мои самые любимые из тех запусков, что я покупала. Я не помню, в каком году выходили эти палеточки. Одна у меня с пудрой, бронзером, румянами и хайлайтером. И вторая уже большая с двумя оттенками пудр, одним хайлайтером, одним бронзером и двумя оттенками румян. Давайте просвочим пудры. И в этой палетке огромный плюс два самых популярных оттенка пудр от Hourglass. Дефьюст лайт и дим лайт. Дим лайт это первый оттенок, дефьюст это второй оттенок. Соответственно, дефьюст совсем для беляночек, дим лайт для более загорелой кожи. И, кстати, дим лайт имеет достаточно выраженный розовый потом, в то время как дефьюст желтый. Во-первых, пудры набираются совершенно иначе. Они имеют более полупрозрачный финиш. Соответственно, оттенок дефьюст лайт я буду сводчить рядом с оттенком лайт. Оттенок дим лайт рядом с оттенком медиум. Прямо посмотрите, какой он розовый. И из этой палетки я возьму оттенок софт лайт. Он наиболее нейтральный из всех. Хотя все-таки такой немножко персиковатый. И вот все оттенки на руке. Смотрите. Во-первых, пудры от Шик более плотные. Они могут дать дополнительное перекрытие. Можно наносить их полупрозрачно. Можно наносить их плотненько. Соответственно, больше вариантов поиграться с финишами. Пудры от Шик имеют светоотражающие частички. Для того, чтобы увидеть их сияние и их работу, их надо шлифовать. Пудры от Аурглаз сами по себе более сияющие, подсвечивающие в них чуть больше светоотражающих частиц. И все эти три оттенка пудр от Аурглаз, они скорее работают как цветокоррекция. Тон кожи лучше будут работать пудры от Шик. Просто потому, что Наталья подобрала идеальные оттенки именно для славянских тонов кожи. И в Аурглазе я чаще всего использовала сочетание оттенка Дим Лайт и Дифьюз Лайт. Просто, чтобы получить что-то среднее. Продукт же от Натальи Шик в оттенке Лайт идеально подошел под мой зимний оттенок кожи. И давайте прямо при вас сейчас показываю подсъем. Самый светлый оттенок Лайт от Шик против оттенка Дифьюз Лайт. Посмотрите на насыщенность. Дифьюз Лайт более перламутровый. Впрочем, как и все оттенки, дальше смотрим на оттенок Медиум. Он тоже перламутровый, имеет такой небольшой финиш, но чуть более деликатный. И оттенок скульптора не слишком темный, очень неплохо смотрится. И плавно переходим к палетке 02. Здесь у нас есть румяна, хайлайтер и скульптор. Скульптор, опять же, точно такой же, который у нас есть в постоянной коллекции. Интересные способы открывания продуктов есть. Один и тот же продукт, тот же финиш, все идентично. Так же, как в предыдущей палетке, здесь 9 грамм продукта, в то время как в компактах 7,5. И здесь тяжело делать какие-то подсчеты, потому что эта палетка стоила 5390 рублей. Она стоит дороже палетки Пудр. При этом здесь есть скульптор, который стоит 3100. И также здесь румяна есть. Точно такого же оттенка в коллекции нет, потому что вот эти два продукта лимитированные. Эксклюзивные для палетки. Но просто румяна в шайбе у Натальи стоит 2500. И хайлайтер, который я вам тоже буду показывать из лимитированного выпуска, тоже стоил около 2500 рублей. Так что все расчеты и перерасчеты я даже не буду делать. Я понимаю, что здесь я плачу в первую очередь за удобство, что у меня есть все необходимые продукты в одной палитре. Давайте сравнивать румяна, хайлайтер и скульптор с тем, что уже есть у нас в постоянной коллекции. Начнем сравнение со скульпторов. Из плюсов данного скульптора это как раз-таки мраморный эффект. Можно набрать чуть больше у светлой части, будет посветлее оттенок. Можно сконцентрировать набор продукта в темной части, будет более темный оттенок. То же самое у нас с компактом обычным. Рисунок в каждой упаковке разный, он не повторяется. Например, когда я покупала вот этот скульптор, я искала, чтобы побольше было с одной стороны темного, значительно, а с другой стороны была концентрация светлого, просто для того, чтобы мне удобнее было набирать то более светлую часть, то более темную. У этих скульпторов сатиновый финиш. Я люблю сатиновый финиш скульпторов, потому что он дает более живой, естественный, натуральный эффект. Это у нас скульптор из палетки, а сейчас я уже наношу скульптор из компакта. Из компакта я даже сэкономила при наборе продукта. Еще чуть-чуть набрала. И здесь у нас вот такая вот красота. Идем снизу вверх. Теперь у меня будет хайлайтер. Хайлайтер очень симпатичный, он достаточно теплый. И он поярче того, чтобы было выпущено в качестве лимитки. Во-первых, вот они рядом друг с другом, у них чуть-чуть разный подтон. Здесь более желтый, здесь какой-то более бежево-розоватый по сравнению с хайлайтером из палетки. И точно так же набираю. Оба оттенка на пальчиках. И давайте переносим. Сверху у нас оттенок из палетки. Его можно наносить более деликатно, либо более насыщенно. И оттенок из лимитки. Это более деликатный финиш. Такое дорогое, легкое, полупрозрачное сияние. Грубо говоря, нынешний запуск это шампань, а предыдущий это розовый. Очень красиво смотрится. Можно получить похожий эффект на оттенок из лимитированного запуска. Если наносить хайлайтер полупрозрачно, тоже будет очень красивое, деликатное, дорогое свечение. А румяна здесь наоборот более прохладные. Такой холодненький розовый оттенок. Немножко даже морозный. И румяна у Натальи с сияющими частичками. Мне нравится, хотя изначально я очень скептически относилась к подобным продуктам. Безумно красивый цвет. И он по финишу больше похож на оттенок 0.1 румян меланж. Потому что они тоже такие супер сияющие. И оттенок меланж, знаете, он такой интересный. Я его когда покупала, я просто хотела попробовать оба оттенка. Он показался мне слишком ярким. Особенно по свочу. Переносишь, как будто бы его незаметно. Но он безумно красиво смотрится на щечках. И больше всего я люблю его совмещать с кремовыми румянами. Причем неважно какими. Просто вот немножко шлифанут любой румянец. Очень красиво выглядит. И второй оттенок румян меланж. Он не настолько сияющий, насколько предыдущие два. И это такой супер деликатный, повседневный, припыленный цвет. Который, естественно, я тоже безумно полюбила. Но я изначально, когда покупала эти румяны, думала, что они мне понравятся. Они прям вот ближе к матовому. Хотя я вижу в них тоже какое-то небольшое сияние. Минимальные светоотражающие частички. Не то, что в палетке или в оттенке 01. Теперь давайте посмотрим на продукты от Hourglass. Из этих палеток я не говорю, что здесь должно быть копии. Просто вот как оно в целом выглядит. Во-первых, бронзеры от Hourglass. Что в этой палетке, что в этой. В этой мне больше нравился. Мне вообще не супер классно зашли. Скульптора в палетках Hourglass не было. В тех, по крайней мере, которые я покупала. Вот здесь, например, бронзер с крупными золотистыми сияющими частичками. И он, кстати, более пыльный, нежели просто пудра. Здесь у нас бронзер очень светленький. Он чуть-чуть прохладноват. И в целом, ну как бы я его время от времени использовала, как это назвалось, тентур. Да, немножко скульптурировала бронзером. Просто показываю рядом два оттенка бронзера, которые у меня есть. Оп. Сравнивать скульпторы с бронзерами я смысла не вижу. Но по насыщенности сияния опять Hourglass более сияющий продукт. Особенно, когда в него добавляются более крупные золотые частички. Дальше хайлайтеры. И тут я как раз все свои три продукта от Hourglass вам покажу. Меня всегда это добивало. Строуп паудер в достаточно светлой палетке. Подходящий для беляночек. Это вот. Вот это вот. Это у нас хайлайтер в светлой палетке. Он мне никогда не подходил, когда эта палетка подходила мне по цвету со светлым оттенком пудры. Здесь хайлайтер как раз таки удачный. Он супер насыщенный. И также у бренда Hourglass есть вот такие вот хайлайтеры. Это Incandescent Strobe Light. Это деликатные хайлайтеры. Они дают прям легкое полупрозрачное перламутровое свечение. Соответственно, буду свочить рядом с хайлайтерами от Chic. Здесь у нас из большой палетки, здесь из маленькой и здесь у нас однушка. Кстати, у однушек мне больше всего вот этот Incandescent Light нравился. Это очень красиво. Это очень легкий, деликатный хайлайтер. И по насыщенности, и по пигментированности мне кажется, что хайлайтер из палетки Chic. Это что-то между нашим странным хайлайтером из палетки шестерки и вот этим вот из палетки четверки. Именно по насыщенности этот слишком яркий по сравнению с ним, а этот чуть-чуть более бледный. И последнее у нас тестирование, это тестирование румян. Я думала по изначальным картинкам в телеграм-канале Натальи, что румяна будут как раз-таки похожи на вот этот оттенок из моей шестерки. Но в этой моей шестерке более персиковый оттенок. Наталья выбрала более прохладный розовый. Румяна от Hourglass тоже сияющие, но в них я вижу прям отдельные сияющие частички. Здесь более равномерное у Chic перламутровое сияние. Chic, Hourglass, персик, холодный розовый. Ну и раз уж мы здесь, давайте просвочим оставшиеся оттенки румян. Вот здесь у меня в палетке более матовые финиши, которые больше похожи на Blush Melange в оттенке 02. Давайте наносить. Я прям ради эксперимента буду использовать с одной стороны Hourglass, с другой стороны Chic. Посмотрим на финиш, скажите, что вы думаете, где вам больше нравится именно финиш, не оттенок, потому что оттенки будут появляться. И у Hourglass тоже есть другие оттенки. Это просто то, что есть в моей коллекции. У меня была еще одна палетка большая, шестерка, я от нее избавилась. Потому что там, хотя она была светлая, мне не подошло ничего. Вот этой стороной набирала хайлайтер от Chic. Из вот этой палетки Hourglass наберу хайлайтер. Вот этой набирала. Переворачиваю на 180. Набираю хайлайтер от Hourglass. Он будет супер яркий по сравнению с Chic. Кстати, он пылил сейчас при наборе больше. Не знаю, видели вы это или не. И он даже, мне кажется, чуть больше подчеркивает текстуру кожи, нежели Chic. Румяна тоже у меня будут в двух разных оттенках. Здесь у нас с правой стороны опять будет Chic. Мне безумно нравится вот это сочетание холодных румян и достаточно теплого оттенка хайлайтера. Наношу я румяна практически туда же, куда наношу хайлайтер. Чуть-чуть ниже хайлайтера на щечках. И вытягиваем также от складки подвижного века к вискам. Переворачиваю опять кисть. Набираю оттенок из палетки Hourglass. Опять пылит. Я очень любила палетки Hourglass. У них формула достаточно стабильная сквозь года. Это не перехайпованный продукт, на мой взгляд. У них очень классные пудры. Я их люблю. Просто я считаю, что это разные продукты с продуктами от Натальи Шик. Вот сейчас я переносила румяна. Давайте немножко приблизимся. Покажу вам свою кожу. У меня сейчас как раз она в удачном состоянии. Для этого дела очень уставшая. Чуть больше рельефа, чуть больше текстуры. И мы сможем посмотреть, что лучше разглаживает кожу визуально. Либо наоборот, что больше подчеркивает текстуру. Сторона Шик. И сторона Hourglass. Снова под съем. Сторона Шик. Помним, верхние продукты это из палетки. Нижние из однушек. И сторона Hourglass. Вот эти блестки, мне кажется, видны в бронзере, о которых я говорила. Все три вида хайлайтера. Также вот под углом вы видите, как пудра лежит на коже. И оттенки румян. Их насыщенность. И давайте плавно переходим к выводам, итогам. Называйте это, как хотите. Я не хочу никаких склок среди фанатов бренда Шик, среди фанатов бренда Hourglass. Либо тех, кто не любит ни тот бренд, ни другой. Я встречала разных людей, разных визажистов и блогеров, у которых разные мнения по поводу этих продуктов. Я знаю тех, кто считает Hourglass перехайпованным. И зачем, и почему, и не стоит вообще оно своих денег. Я знаю людей, которые говорят, что продукты от бренда Шик тоже переоценены. И также я знаю людей, которые любят и то, и другое. Мне нравятся оба продукта. Я считаю, что они разные. Поэтому они имеют место быть в одной и той же косметичке. Пудры от бренда Hourglass, они более шлифующие. Они именно зашлифовать, добавить лоска макияжу. Пудра от бренда Шик, это небольшой гибрид между обычной пудрой и шлифующей. И вы ей сможете и хорошенько закрепить тон, и шлифануть для более сияющего финиша. Что касается яркости, насыщенности носки пудровых продуктов от Шик и от Hourglass, на мне они сидят достаточно похожи. Я бы сказала одинаково. Но у меня сухая кожа и пудровые продукты, естественно, у меня не растворяются, никуда с лица не уходят. Они вот как я их нанесла, так они и сидят целый день. В палетке Шик, вот мне в последнее время надо очень часто ездить туда-сюда и иметь с собой косметичку с косметикой, я могу вам честно сказать, она по большей части состоит из продуктов Шик. И туда же добавились эти палетки. Не потому, что они новые, я хочу их протестировать, а потому, что я с удовольствием ими пользуюсь постоянно. Раньше у меня также работали Hourglass. Hourglass единственное, я брала с собой дополнительно закрепляющую пудру, потому, что мне иногда не хватало просто вот этого сияния. Ну и в целом, мои палетки Hourglass мне просто надоели, я долго ими пользуюсь и что-то новое всегда приятнее иметь в коллекции. Да, упаковки Ушип похожие на тройки от Hourglass. Тут это просто вопрос к производителю упаковки. Это удобный, классный формат, красивая упаковка, почему бы и нет. Если бы мне, например, предложили сделать бренд, им предложили вот такую упаковку для палетки, я бы согласилась. Кстати, у нас есть бренды, даже не буду называть их имена, но те, которые вот прям подчистую оформление полностью копируют с известных иностранных брендов. И это так не возводится в уровень, это ужасно, зачем так сделали, они точно пытаются копировать. В общем, упаковки, да, похожие, но оттенок другой. Что касается финишей, да, и те, и другие продукты сияющие, но они все равно немного разные. Вот такой вот обзор, более расслабленный, более такой домашний. Жду от вас фидбэк в комментариях, что вы думаете по поводу этих палеток Hotchic, кто купил, кто решил не покупать, что вы думаете по поводу палеток от Aura Glass. Может быть, они ваши самые любимые, а может быть, вы, как и я, решили попробовать и то, и другое, и эти продукты вам понравились одинаково сильно. Большое спасибо за внимание и до скорой встречи!